Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем тему цветокоррекции в DaVinci и сегодня сложная для меня тема, потому что я не знаю, как про это рассказать. Но это, собственно, и есть основа цветокоррекции, сам процесс покраски. Речь пойдет о цветовых кругах. Color Wheels, еще раз повторю, когда при мне профессиональный колорист красил фильм, он не делал ничего, он просто крутил цвета. Причем не в самих кругах, а в следующей закладке Primaries Bars. Тут их всего три. В третью Lock он не заходил и я не захожу. Круги в DaVinci очень чувствительные, любое смещение сразу уводит цвет. Здесь нужно ловить миллиметры, ну и честно говоря, непонятно чего мы добавляем. Вот так, кстати, можно сбрасывать настройки по раздельности. В данном случае в гамме. Если говорить про Bars планки, тут уже миллиметры ловить не нужно и понятно, что и куда мы добавляем и убираем. Начнем с экспозиции. Это гений. Не знаю, как по науке, я называю их света или верхи. Ну то есть добавим или уберем немного сверху. Так я говорю. Верхи, потому что в RGB парад в диаграммах правого монитора они поднимают верхние графики. Ну и действительно отвечают в кадре за света. За светлые участки. Можно крутить нижний вертушок, чтобы менять значение. Или вот эту шкалу слева. Это в общем то тоже самое. Лифт это тени или низы. Также или вертушок или шкала слева. Причем если говорить про вертушок, среднее колесо мыши меняет значение с большим шагом, грубо. Если зажать вертушок левой кнопкой мыши и немного сдвигать вправо или влево, значения будут меняться совсем по чуть-чуть. Очень точно. Сделаем по науке. То есть совсем немного коснемся в параде диаграмме справа шкалы с отметкой 0. Вверхи у нас и так касаются тысячи. Ну и все. А гамма это середина. Гаммой вы уже на глаз равняете кадр в мониторе. Ну то есть делаете так, как вам кажется выглядит красиво. Единственное красить конечно нужно на откалиброванном мониторе. То, что красиво у вас может быть совсем не красиво у соседа с другим монитором. Есть специальный прибор или специальные люди, которые приводят цвета и света вашего монитора к единому стандарту. Рассказывать не буду, почитайте. Называется калибровка монитора. Ну в общем вот мы подровняли экспозицию. Верхи чуть касаются тысячи, низы чуть касаются нуля. Кадр выглядит симпатично по свету. Собственно понять, почувствовать, что такое верх, низ и середина. Где какие цвета нужно крутить, чтобы добиться нужного эффекта. Это значит научиться цветокоррекции. Поэтому я в некотором тупике. Не знаю как объяснить. И сегодня мы ограничимся разбором инструментов в Color Wheels. А дальше посмотрим. Offset отвечает за все цвета в кадре. То есть не раздельно, а все вместе. Следите за диаграммой. Она двигается вся. Все цвета как привязаны. А если мы будем двигать, например, верхи, мы будем их поджимать или раздвигать. Так, теперь что касается нижних настроек. Тут две панели. По умолчанию открыта первая. Расскажу про инструменты, которыми пользуюсь сам с определенной периодичностью. Контраст, он и есть контраст. По большому счету схожего эффекта можно добиться и цветовыми кругами. Но так это бывает быстрее. Вообще, кстати, я изначально снимал Вро на 5D. Он снимает в логарифме. Ну то есть картинка вот такая серая. Ее удобнее красить лутами. И в этом нет ничего криминального. О лутах я расскажу в последующих скринкастах. Это Saturation. Насыщенность. Ну вот собственно насыщенностью мы приближаем кадр в логарифме. Да прости от меня те, кто знают, как он называется правильно, если это неправильно, к привычному киношному кадру. Я, кстати, добавляю всегда еще немного Call Boost. Форсированные цвета. Про разницу между Saturation и Call Boost объяснять долго. И это тоже, что сочность и насыщенность, например, Photoshop. Также сложно объяснить разницу между Hue тоном и Tint оттенком из второй панели. Можно сказать так, что Tone Hue полностью меняет цвета. Собственно, тон и определяет цвет. А Tint оттенок смещает оттенки. Пользуюсь редко. Чаще тоном, когда надо немного подровнять цвет кожи. Температура. Ну это, собственно, цветовая температура. Пользуюсь очень часто. Если материал снят на хорошую камеру, полностью выравнивает брак. Ну то есть, если на площадке выставили температуру неправильно, здесь ее можно подровнять. Также тут есть вот такой инструмент. Кстати, не пользуюсь никогда. Выбираете в кадре белый участок, кликаете по нему и он должен выставить идеальную температуру. Мне кажется, если хотите действительно правильный по теории, лучше пользоваться Color Checker. А так все на глаз. Собственно, на этом все с инструментами. Больше я ничем не пользуюсь. Дальше только круги. Но об этом мы будем говорить в следующих видео. Да, в прошлом скринкасте я говорил, что, наверное, на этом закончу. Но сейчас понимаю, что нет. Все-таки хочется попробовать донести теорию. Все, подписывайтесь на канал, продолжение следует. Не сейчас. Сейчас переключимся на другие, не менее полезные инструменты. Но к цветокоррекции обязательно вернемся. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok